Субтитры делал DimaTorzok 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 Специалист Сбербанка Сбербанка Субтитры делал DimaTorzok 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 Я у тебя забыл спросить, за кого не трубку поднимать, а за кого не поднимать. Вы не определились, что ли, или что? Что у тебя там пришлось? Не определились, что ли, или что? Я определился уже. А ты что загавкала, девочки? Не определились, видимо. Да, ожидайте. Что ты загавкала, заистерила? Что с тобой? Алло. Алло. Здравствуйте, вы кто? А, дом престарелых опять-таки с дурдомом кладбищем, я понял. А вы ближе к дурдому или ближе к кладбищу в данный момент? У вас же два офиса. Вы кто? Я кто-то. Я ваша совесть. Ислана, неизвестно, знаете. Что-что, у вас посторонние предметы какие-то во рту, бабушка. Аккуратнее, челюсть-то я доставная выпала. Возьмите крем-корега. Ну, я попозже позвоню, поменяйте, кто вы есть. Кому позвонить? Крем? Алло, здравствуйте. Привет. Катин Каджетмайн микрофинансов, бренд СМС финансов. Меня зовут Охстан Павлович, узыскание, разговор записывает там. Как Дузу и Вера Викторовна, услышите? А нас с Катькой Владимировой встречаются, уже третью неделю у подъезда сидят, труд чего-то. Да нет, они с ними не общаются. Да как не общаются, что-то уже, видимо, не заладилось. Да нет, вот так, да, вот так вот. Вон там она... Я, конечно, понимаю, что у вас 3-13 стоит, а вы сами, сами, вообще чем по жизни занимаетесь, скажите, пожалуйста. Я сам вообще чем-то по жизни занимаюсь, да. Чем-то, да. Чем-то, да. Завидите лучше. Здравствуйте, 12 банков, у меня зовут Киселина. Анастасия Борисовна? Что вы говорите? Как-то у вас посторонние предметы во варце, по-моему, делают. Во варце, по-моему, делают. Анастасия Борисовна, я могу, слышишь? Анастасия Борисовна, зачем она вам нужна? А, предложение от банка? Предложение от банка можете себе оставить, свернуть трубочку и засунуть все, ну, куда решить. А я могу поговорить с Анастасией Борисовна? Я не знаю, можете вы говорить или нет, это к вашему логопеду вопрос, возможно, можете. Когда Анастасия Борисовна будет на месте, когда можно... Она никогда для вас не будет на месте, и предложения от банка не нужны. Можете свернуть трубочку и засунуть, сами знаете, куда. Хорошо, всего доброго. Всего вам хорошего, будьте здоровы. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Это компания МБА «Финансы», специалист Толкачев Владислав Андреевич, ведется запись разговора. Я звоню по поводу Ирины Николаевны Таевой, вам такая знакома? Да, может быть. А на ваш телефонный номер, точнее, как для связи с ней, пытаемся с ней связаться поздно. А вы что? Если не затрудняет, как бы закончим с вами разговор, свяжите с ней и передайте телефонный номер. Это ты мне указание задаешь, да, я правильно понимаю? Я же вас спросил в самом начале, сказал, если не затрудняет вас. А, меня затрудняет, конечно, если ты мне не отправишь 2000 рублей на телефон, тогда не затрудняешь. Ирина Николаевна предоставила ваш телефонный номер для связи с ней. С какой целью она предоставила этот телефонный номер? Ты у нее, как приедешь на адрес регистрации вместе с выездной инспекторой, там и спросишь. Да что вы говорите? Значит, не настроены пока на разговор. А что вы вчера не крушелся, выкивал, пожалуйста, блядь. Здравствуйте, вы кто? Алло. Алло. Здравствуйте, меня зовут Владимир Радмиревич, специалист Совкомбанка. Звоним по поводу Жанны Николаевны, вы же знаете? Очень может быть. А чем докажешь, что ты Совкомбанка? Гармаш должен звонить из Совкомбанка, а звонишь ты. Номер телефона и информацию могли бы передать ей, чтобы она перевернила Совкомбанка? Да, сколько платить мне за это. Отлично, поможем вам. Да, личный мофонограф Гармаша тогда давай, хорошо. Можете передать ей? Ну, я пока 2000 не увидел на телефон. Понятно, я услышал, красиво, дай с вами. И вам всего доброго. Здравствуйте, Сбербан Крачев, Крылов Садимир Дмитриевич. Что ты хочешь, Володенька? Зачем ты звонишь мне? С твоим вонющим трубом? Геннерву. Елена Андреевна могу услышать? Нет. А Герман Оскаровича Грефа я могу услышать? И как это связано? Ну, не знаю. Пока черт мне звонит, а что тупой робот сегодня восьмой раз и скидывает трубку. Все, Герман Оскаровича совсем обнищал на связь, да? К вам как обращаться могу? Мой господин ко мне обращается, Герман Оскарович, и ты тоже можешь так обращаться. И мой отчество у вас есть, я думаю? Да, мой это имя, а отчество это господин. Ну, это навряд ли, конечно. Вы, Лена Андреевна, знаете такого человека? Я такого человека знаю, да. Но он общается исключительно с Германом Оскаровичем. Вовсе никак не с какими Володеньками. Не получится тогда с ним пообщаться. Не получится. Да, но тогда ты, блин, не могу сказать, куда идешь. Дети у меня в магазине. Володенька, давай с Германом Оскаровичем скорее, чтобы хлопнула его вонючая жирная халя. Да, и нет, забыл. И чтоб он сдох, скорее. Наш телефон есть, можете передать, чтобы она перезвонила? Конечно, передам. Две тысячи это стоит. Ну, за две тысячи получится. И вообще за деньги. Давай, чтоб сдохл Герман Оскарович, скорее всего ему подохнуть. Будь здоров, всего доброго у тебя, Володенька. Алло. Алло. Здравствуйте. Привет. Все, что ли? Могу, услышите, Анафь Сергеевна. Хочется об этом говорить. Так, могу я вам пару вопросов задать? Ну, конечно. Что ж, мне жалко, что ли вопрос ответить. Меня зовут Парначок. Максим Андреевич, главный эксперт компании Skyambro. Коуру записывается. Я звоню по MoneyMan. Вы в курсе, да, ее ситуации? Ты звонишь по MoneyMan, это как понять? Я думаю, ты по телефону звонишь, а это как по MoneyMan. По поручению микрофинансовой компании MoneyMan. А, да. Вы же в курсе, да, ее ситуации? Ну, конечно. С вами, да, вы же на ее номер отвечали 24 декабря. Да не знаю, наверное, может быть, я что помню, что было 24 декабря. Говорили какие-то несуразные вещи. Нет, я все вещи всегда говорю суразные. Да? Что она за имбрована кокаин? Да, на, не могу сказать, сегодня у меня дети дома. Помни ли этот разговор? Нет, не помню. Дети дома, а что вас останавливает? Дети только? Воспитание меня останавливало. Воспитание? Так я же с вами разговаривал 24 декабря. Я тебя поздравляю. Ты там подгиб. Только вас тогда не останавливало ваше воспитание. Ваше воспитание не останавливало вас в прошлый раз так разговариваете. Сейчас что останавливает? Ну, Маври звонил какой-то чудик с мобильного номера. Вы уже определитесь хоть. То одну вы позицию занимаете, то другую. Нет, у меня всегда одна позиция. А, нет, у вас его нету. Я поддерживаю смесья несколько. Она живет там же, по адресу регистрации. Будем тогда направлять. Проси, посмотри, конечно, на профи. Уже давно бы направил. С 24 часа сколько пошло? 9 дней ты ничего не делаешь. Бездельник несчастный. Так я отдыхал. А, ты отдыхал? Так вы и знаете, ты должна у вас работать. Ты пойду опять отдыхать. А, ну все, давай отдыхай. Удачи тебе. Алло. Здравствуйте. Записи разговора вас уведомлены. Здравствуйте. Зовут меня Корносов. Владислав Игоревич. Специалист коллекторского агентства ООС. Столичное агентство по возврату долгов. Анатолиевна, могу вас слышите? Ой, вы знаете, сегодня, наверное, нет. Она сегодня занята у нас немножко. Вот поработала. А что вы хотите? Завязаться с ней, вот хотим сказать, по данному номеру телефона, если не можно связаться? Она пока на съемках, в данный момент, с ней три парни связались. Пока она занята. На съемке находится? Да, на съемке находится. А это ее номер телефона? Ну, это ее номер телефона. Но я как режиссер сегодня это со мной, владею ее номером телефона. Часа два она еще будет занята. Но потом пару часов в душу, я думаю, липкую белую жидкость отмывать. А вот часа через четыре звоните. Интересная, конечно, информация. Номер нашей горячей линии записать в таком случае. А зачем вам не нужен? Ваш нахер мне всрался, ваш номер горячей линии? Мне кажется, я примерно понимаю, что вы, наверное, посмеяться, посмеялись, пошутить, пошутили. Вам, наверное, смешного всегда. Это серьезнейший вопрос. Вот там бедняги, там такие стоны раздаются, как будто ее убивают. Поэтому, наверное, пока тут это серьезнейший вопрос абсолютно. Знаете, если это действительно номер Елена Анатольевна, почему она все еще не вышла на связь? Да вы знаете, она занята, наверное, у нее рот сейчас занят в данный момент, поэтому она не вышла на связь. Знаете, уточню, а как можно к вам обращаться? Так обращайтесь ко мне просто. Я слышу, что Елена Анатольевна, видимо, там рядом с вами смеется. Мне кажется, что вы не сильно поосознаете серьезной ситуации. Алло. Слушаю вас, вот кто? Это микрофинансовая компания WebBankir. Здравствуйте. Звоню вам из отдела досудебного урегулирования. Будет Егор Андреевич, к нему. С чем нам необходимо поговорить? Нет, у нее нет такой необходимости, вы ошибаетесь. У меня есть такая необходимость. А, вот, кстати. Банкир. И у нее анализ, о чем? Она этот номер оставляла как свой. Ну, мало ли, на заборе она должен много чё она сцовывать. Она даже не знает, что вы там. Ну, для нас это именно это и значит. Как нам с ней связаться? Никак. При личной встрече подъезжайте. Она сразу с вами пообщается. Адрес? У вас есть ее адрес. Подождите, вы зовете нас на личную встречу к ней? Даже адрес не с вами? Анкетные данные не изменились. Чего стесняетесь-то? Алло, чего стесняетесь-то, уважаемые? У вас есть адрес. Вы пригласили нас на встречу. Вы адрес назовете? Или вы просто сказали и все. Теперь в обратном направлении ветер подул? Не знаю, никуда не подул. Мы будем ждать вас на адрес регистрации, подъезжайте. Ну, а мы будем вынуждены связываться к ней по этому номеру. Связывайте, я буду вынужден нахуй вас посылать по-прежнему, конечно, всегда рад буду помочь вам. Ну да, когда в жизни других радостей нету, конечно, нужно тогда вот это, чтобы воспользоваться. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Павел Андреевич. Павел Андреевич. Павел Андреевич. Так точно, слушаю вас. Звонок поступил по поводу вашей задолженности перед микрофинансовой организацией. Павел Андреевич. Павел Андреевич. Право онлайн. И не сможет. Павел Андреевич. Павел Андреевич. Павел Андреевич. Павел Андреевич. Я думаю, что вы их долго готовите. Поставить в рамку, зафотографировать их, что они были. Нет, не так? Слата, поступите сегодня. Ну, я не знаю, как деньги подготовлю, как узнаю, как нужно деньги подготовить, то тогда, наверное, поступят. Да, проехали мы уже, Павел Андреевич, по поводу. Куда мы с вами проехали? Я в Брянск не ездил, не хочу ездить в Брянск. У вас там страшная Чупахина живет, Чупакабра. Как-то народе, минуемые, че пиздень. Здравствуйте. Здравствуйте, что вы хотели? Да хотели с Анной Сергеевной поговорить. А, ну, хотите дальше. А она с вами рядом, знакома вам? Может быть, всякое бывает. Может быть, но так могу ли бы пригласить ее к телефону? Да нет, конечно, зачем? Юлька, она Юлька мне не интересуется. А, мужчина, вы бы сначала представились, а потом бы как-то вот так разговаривали. Да зачем? Я всяким Юлькам не представляюсь. Ну, тогда и трубку не берите. Еще я вот советую всяких обостренных Юльок не спрашивал. Ну, мы вам еще раз перезвоним. Ну, все, пошла, все, мы с Богом тогда попрошайка. Попрошайка, бегом взлежал. Алло. Слушаю вас. Здравствуйте. Слушаю вас. Компания АОНФК ЦУП, Дива Деньги, Департамент заскания. Зовут меня Клучеву, Крастина Юрьевна, за все идет. Сергей Викторович, вы имеете в виду? Я, конечно. Так, вы скажете, платеж вы не внесли, здесь 9 640 долг. Да вы что? Можно с рокового день просрочить, что не оплачиваете. Не знаю, почему-то. У вас было рефинансирование, там сумма минимальная, но все равно вы ничего так и не проплатили. А почему не оплатили-то минимальную сумму? Ну, передумал, наверное. То есть вы платить отказываетесь? Ну, конечно. Бо каким причинам? Нет такого желания. Но вы же, да, нас не по своей желании брали. Поэтому ваше желание здесь абсолютно ни при чем. 9 640 до конца месяца закрываете долг? Нет, конечно. То есть рефинансирование, выплаты вы получили, отказываетесь платить, да? Да, разумеется. А работаете где сейчас? На работе. На какой? На работе. Увы, это такая огромная вещь. Ну, такое какое, Сергей Викторович? Как давно там работаете? Давно. Ну, так рассказывайте. Потому что отправить с вашим руководством связаться, тошните информацию, как встать. А, конечно, связывайтесь, разумеется. Ну, так как связаться там, пожалуйста, название организации, где работаете? Ну, работа. Давай так, мне сейчас нужно похлопаться или посмеяться? Ну, смешная шутка, надо вошли, или что? Адрес поживания Прыжня, Солоса Ленина? Да, конечно. Отказ вам поставлен, выездные группы имеем право направить, причем... Конечно, двое их возьмите, с них ответить нужно, если они на рояль... И также с вашим руководством связаться, точнее, информацию касающейся вас. Сергей Викторович, вам в любом случае платить придется вне зависимости от ваших желаний. Вы компании все до копейки вернете. Поэтому хватит жить за чужой счет, пора на... Алло. Слушаю. Здравствуйте, посетили, стройников Марии Викторовны, а у Альфа-Банк Максим Николаевич. Приветствую, Алексей Николаевич, слушаю вас. Задолженности банки находятся в 25 дней, почему оплаты вы нахожусь? свободных καлядных так сотрудникам банку разговорен я говорила с каким-то мобильным но мы с деловой стиль общения если а лось lambore avait 800 будет деловой стиль общения максимка бам takeaways каких надо было 마�пу нужно вuar с но если вы хотите голова или вообще не звонить официальных номеров не официальных у меня только таких любitzer по моему я звоню 2-1 номера они А чем докажете? А я не собираюсь вам ничего доказывать. А что, у Мойса Фридмана на 8 800 нет? Он от нас только не считал Фридмана ваша. Вы на запуске находитесь? Нет, я нахожусь на работе, вы ошибаетесь. Не нужно уходить от тем разговором. Я никуда не ухожу, я нахожусь на работе. Подготовьтесь к диалогу, вам еще раз перезвоню. Еще раз пошли на три буквы, конечно, это всегда приятно. До свидания. Не желайте того же. Трубочку бросила или хотя бы муты включила, бездельницы? Я твои кукуши сзади слушаю, так что ты муты хотя бы включила. Возникают вопросы, почему он вам звонит? Какие вопросы, о чем ты, солнышко? До свидания. Добрый вечер, что хотите. Это Олег Владимирович? Олег Владимирович на проводе, слушаю вас. Ранее вам была предоставлена реструктуризация. В настоящее время у вас имеется просроченная задолженность у вас нет. Но никакого желания нет. Вы же меня не мотивируете. Олег Владимирович на реструктуризацию оформляли. Да вы что-то ради смеха. Ради смеха? Угу. Вы отказываетесь от оплаты? Я откуда вы знаете? Как вы догадались? Я вопросом задаю. А, вы вопрос задаете? Я думал, вы меня раскусили. Если вы не погасите просроченную задолженность, предоставленная вам реструктуризация, будет от днина, а не начисленные за период проценты будут пересчитаны. Это вам в пожарную службу. Если у вас просроченная задолженность горит, тогда это вам в пожарную службу по телефону 101. У вас не очень хорошо получается. Да вы думаете? Вы должны понимать, что в случае неоплаты долга вас испортится кредитная история, а также будут начисляться Да вы что, кошмар такой, какой ужас. Ваша репутация как надежного человека пострадает. Ну давай, дочитывай, я поехал. Замеченную компанию оставляют за собой... Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Спасибо, Виктор. А вы кто? У вас что-то грохот, как будто вы салаты режете уже. Какая-то... Она вам напиздела, нет, не приглашу. Она салаты мне режет. Да не призывай ты, давай уже отговаривай, иди салаты режь мужу дальше. Я никуда с тобой не переходил, я по телефону разговорил. Не готова, смотри. Все, иди уже с Богом в салаты резай. Идайте, кстати, и Виктор мне. В общем, пошла нахуй, резай салаты. Давай, будь здорова. На горячее линии. До свидания. Всего доброго. Здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте. Привет. Свану Пахотевки. Компания ОМФК. ФП, ВИВО, Деньги. Досудебный отдел. Зовут меня Киселев Александр Сергеевич. Информирую вас о записи телефонного диалога. Алло. Евгению Игоревну пригласите к телефону. Евгения Игоревна отдыхает еще лицом в салате. Звоните число пятого. Нет, сейчас я уже дозвонился. А, да, ясно, ясно. Нет, сейчас я ради вас из салата поднимать не буду. Скажите, пожалуйста, вы считаете это остроумным? Конечно, естественно. Ну, если тебя выгнали на работу второго числа, что ты злишься, как? У тебя наше очко заибрировало. А, абсолютно. Вот дайте нож, где вы? Скажите, пожалуйста, вы начали хамить от того, что аргументы закончились? Конечно, конечно. Я тебя так боюсь, от страха просто начал хамить тебя. Я понял. Мне очень жаль, мужчина, что вы не в состоянии отдыхать на месте бедных на уровне телефонных переговоров. Вы, да, Евгения Игоревна, информацию донесите? Да нет, конечно. Наша профессорация. Чтобы она перезвонила. Александр Борисович. Алло. Чем я родилась? Алло. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Это компания ООН Фокации по вива-деньги. Меня зовут Гуровский Евгений Олегович. Ведется записи разговора. Департамент взыскания. Анастей Викторовна, я могу услышать? Нет, она не хочет с тобой разговаривать. Все отходил. Не с тобой, а с вами. Я звоню передать ей информацию. Да, много там. Да, много там. Да, много там. Правые бывшие блоки. Кто еще в этом? Вас как зовут? Меня не зовут? Я сам прихожу. Вот имени? 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 Нет имени, да? Ну тогда, если вы не желаете конструктивно общаться. Телефон верните владельцу. Ага. Еще что мне сделать? Пристать не спередать голову. Я ожидаю от нее звонка. Все, нахуй пошел в течении 10 минут конструктивно. Очень жаль, что вы сейчас информацию не воспринимаете. Как будете готовы? Очень жаль, что эта информация по пошайке не воспринимаешь, и 2 января у тебя на работу выгодно. Потом перезвоните. Здравствуйте. 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 Звонок поступает из Сбербанка. Специалист Романова Елена Александровна. Диалог записывается. Чем докажется, что из Сбербанка поступает? За эти диалогы ведетки я вам представилась. Я очень рад. Я вам представлюсь, Жаклинка. Жена 35-го президента США. Засстрельная в 1963 году. Которая умела в 1994 году. Для того, чтобы я вам озвучила цель своего звонка, мне необходимо убедиться, что я разговариваю с вами. Вы из Дмитрия Владимировича... Дмитрий Владимирович, 79-го года рождения. Да, что вы хотите? Дмитрий Владимирович, звонок вам поступает в отношении задолженности по вашей кредитной карте. Сумма 2603 рубля на данный момент. За протяжение 27 дней. По какой причине уже оплату не вносите? Так я положил, может, твой половой орган на эту задолженность. Я же вам говорил уже. Звонил, вот это вчера истеричная какая-то от вас женщина. 6-го или 5-го января. Так, и что, какие договоренности? То есть я не вижу, что... Я положил, может, твой половой орган на данную задолженность. Я же вам говорю. Может быть, и не с этого банка, потому что у меня информации нет, что вам звонили 6-го числа. Не знаю, 4-го или 5-го у меня есть запись разговора, если вас что-то не устраивает, это ваши проблемы. На карту Сбербанка вы положили деньги? Вы выньте посторонние предметы из ушей, и мы поговорим нормально. У меня нет никаких посторонних предметов. У вас такое чувство, что там половой орган вашего руководства находится в вашем ухе. Поэтому почистите уши, помойте, и тогда мы с вами поговорим. Я вас хорошо вообще слышу, Дмитрий Владимирович. Ну, так вот, я по-русски тогда говорю, я клал на эту задолженность большой и толстый болт. В таком случае тогда, значит, соответственно, я так понимаю, что если задолженность до сих пор не погашена... Ну, если я клал на эту задолженность, то, конечно, почему она может быть погашена? Где логика? Ну, вы можете корректно вообще? Я очень корректно с вами разговариваю, конечно. Ну, с мошенницей, звонящей с мобильного номера, представляющей Сбербанком, я только так, конечно, разговариваю. А почему вы решили, что я мошенница? Ну, потому что с номера 958 обычно звонят мошенники и служат безопасность Сбербанка. Нет, а вы знаете, Дмитрий Владимирович, вы можете, во-первых, этот номер, который сейчас вам, от которого звонок поступил, во-первых, можете его проверить в приложении Сбербанк онлайн, зайдя в раздел «Безопасность». Слушай, вот нахер мне не устраивать, ни ты, ни твой номер, извини, конечно. Вот я так тебе, как по-русски скажу. Ну, хорошо, Дмитрий Владимирович, тогда, если вы не настроены к корректному диалогу… Я очень корректно с тобой разговариваю, поэтому у меня с мошенницей Сбербанка я и разговариваю всегда именно так. Ознакомьтесь, пожалуйста, с федеральным законом 230, на основании которого Сбербанк может осуществлять звонки. Ну, вот ты с 8800 когда поговоришь, я тебе и представлюсь, и расскажу, и причины все, и так далее. А пока ты просто непонятные мошенники в Сбербанках. Нет, с 8800 это звонит контактный Сбербанк. С 8800 звонит контактный Сбербанк. А со всеми мошенницами я разговариваю именно так. Я единственное, почему не послал тебя на три буквы, это потому что у меня сын дома. Сын рядом со мной находится. Ожидайте повторных коммуникаций тогда. Да, я сразу все ожидаю еще дополнительного посыла, дополнительного в тебя. Это всегда приятно. До свидания вам. Всего доброго. Всего иди с Богом, попрошай к вонючая мошенница, тупая. Здравствуйте. Слушаю вас, заботливая. Антонио Вадимирович, и теоретические разговоры. Евгений Евгений, вам знакома? Да, звонили 20 минут назад. Ваша Ткачева. Что она не поняла? Я не знаю, зачем вы второй раз звоните? Закон нарушаете. Не знаю, мы брали ваш номер. Там же не было разговором. Ах, не было разговором. Разговором призывались. Себе и стороной начинают информацию. Лично. Ах, лично? Я не хочу прервать связь. Это же не разговор. Ну вы что, я никогда не прерваю связь. Ваш Ткачево в истерике бросил трубку. Вы что? Не знаю. Я сейчас не могу сказать, что она застилит. Я не знаю. Может быть, и что-то придет. Она, по-моему, либо глиттер столом прищемил, либо челюсть столной потерял. Вы уточните у нее, все ли хорошо у нее? Ну, походу, у вас нет. Ну ладно, что, по-моему, мне неинтересно. Ну, знаете, где Негрин или нет? Ну, я же не это самое, не могу на твой вопрос отвечать. Ты же не кто-то с мобильного номера звонишь. Херня какая-то неизвестная. Я же не спрашивал, кто вы. Я спрашивал, кто людей играет, он мне за себя отвечает. Зачем? Так я же тебе ответил, какая-то херня звонит и ее спрашивает. Вот я не могу тебе ответить. Нет, поймите. То, что вы о себе говорите, я понял. Только вы это потом на меня переплазируете. Ну и что? Ты не можешь ничего понимать. Ты с экрана компьютера читаешь написанную информацию. В отличие от некоторых, я понимаю. А ты понимаешь, да? Нет, не вы понимаете. Представьте себе. Еще чего. Видите, разговор опять не дозвон. А, не дозвон опять. Ты тоже выстеряете тропу-блокер? Вы мне ничего не ответили. Вы мне ничего не отвечаете. Представная, да? Или ты член стулом причемил? Ты сейчас в истерике бросишь трубку. А почему же ты с истериком? Ну я не знаю, ты уже сливаешься, вон я смотрю. Вы по телефону пытаетесь само твердиться. Я даже не пытаюсь. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Никита Андреевич. А что вы сегодня даже трубку не скинете? Удивительно. С этого номера всегда швыряют. Здравствуйте, Никита Андреевич. Здравствуйте. Меня зовут Дычко Ваня Дмитриевна. Я делаю звоночками в банк с Пинку. О, какие нежные звонят. Здравствуйте. Да, да, да. Я с полном огне и банк требует обратить на должное. Да что вы. В размере 1 200 рублей сегодня до конца дня. А это не погасну то, что нет, конечно. Давайте разбираться в вашей ситуации. А почему вы не говорите, что договоры более строго обозначены строго оплаты? Вы их нарушили, поэтому банк на законном основании выставляет вам требования. Я ваш скрипт лучше вас знаю. Почему вы скрипт нарушаете? Что за поведение такое? Никита Андреевич, сотрудники банка действуют соответствующие инструкции. Вот именно, что вы инструкцию плохо читаете. Ну-ка, пожалуйста, скрипт мне прочитайте. Будьте любезны. А то вам куратор штраф даст 500 рублей. Давайте продолжим. Давайте продолжим. Мы знаем, что банкам были строго обозначены условия оплаты. Вы их нарушили, поэтому банк на законных основаниях выставляет вам требования. А платить это еще дальше не помню. Ваш скрипт не выучил пока. Ваш интерес, как занять нужную сумму, друзья, или я не знаю. А, ну все, я понял. Ты мне займешь сегодня нужную сумму? Все, хорошо, отлично. Именно близкие, уверен. А, ну да. Ты мне самый близкий человек. Ты мне так часто звонишь, что сотрудники банка Тинькофф мне самые близкие люди. Мы готовы подождать. Отлично, хорошо. Давай, ты мне не будешь ждать, а прямо займешь мне сегодня 1200 рублей. Ну все, ты займешь? Минуты. А вы, может, как близким обратите. А, я вот к тебе и обращаюсь, конечно. Давай, ты мне самый близкий человек. Займи мне 1200 рублей. До 9 января оплата поступит? Я не знаю, ты займешь мне до 9 января 1200 рублей? Почему? Своим временем у вас не получилось предоставить. Так, потому что ты не заняла мне 1200 рублей, поэтому не получилось своевременно оплатить. Я не являюсь вашим родственником. Тогда давай станешь моим родственником. Хорошо, давай, отлично, я согласен. Банк ранее предоставил вам кредит, а вы... Так ты же не банк, я к тебе как к близкому родственнику обращаюсь. Ты только что пять минут назад стал моим близким родственником. Будет у себя в организме разрушена задолженность. Пока банк не намерен давать вам дополнительные суммы. То есть ты не замерен мне занять 1200 рублей, как обещала пять минут назад? Поэтому давайте продолжим. Почему оплату... Давай продолжим. Я не знаю, почему ты не заняла мне 1200 рублей до 9 января. Если вы продолжите в таком контексте, то мы не сможем с вами продолжить диалог. И чё? Так мы и так не сможем. Это очень интересно. Поэтому я вам задаю сейчас вопрос, почему оплату не поступил. Так я же ответил тебе, потому что ты не заняла мне 1200 рублей, поэтому не поступил. Вы сейчас трудоустроили? Ну тебя это как касается? Ты неизвестно, кто с мобильного номера. Факт звонка, вы можете проверить, позвонить по номеру горячей. А вот мне заняться нечем проверять. Сейчас я буду, как мне звонить какой-то мобильный номер. Я прям кинулся проверять. 1844775. Меня зовут Дочкова Анна Дмитриевна. Мы не требуем подробно воспитания вашего слова. Достаточно на двух словах описать вашу ситуацию, да. Я помню, это тоже было. Не готовь сейчас обсуждать данную ситуацию. А зачем мне ее обсуждать? Почему не хотите обсуждать? Так потому что ты мне 1200 рублей не заняла, поэтому я за что мне с тобой еще обсуждать? Давайте приходи к договорённому. Давайте, хорошо. Занимаем это еще 200 рублей и все, и мы пойдем к договорённому. Никита Андреевич, зарплат стабильно выключает? Я не знаю, не помню, забыл уже. Когда будет у вас зарплата? Ну, наверное, когда-то будет. Когда ожидается? В каком числе? Ну, какого-то ожидается, не знаю, не помню. Угу. Так. И в данном случае вам же предоставить больше времени на оплату? Ну, давай поторгуемся. А при этом, если у вас будет время до 12 января поступит на 1200 рублей? Я не знаю, ты займёшь ли 1200 рублей не на 9, а до 12 января? Я вам ответил уже на данный вопрос. Я тебе тоже ответил на это вопрос. Зачем ты его задаешь еще раз? Поступись, не поступись. Да не записывай, что рыбка Дори. Мы сейчас меня будем обсуждать или перейдем к вопросу по вашей задолженности? Ну, я не знаю, будем мы обсуждать или нет? Давай о погоде поговорим. Как ты кушал сегодня? Хорошо ли спала? Которого нет. Ага. Ага. Вы заключили с банком кредитный договор? Я заключил с банком заявление анкету и тарифный план на комплексное банковское обслуживание. Договора я не видел. Ваш договор состоит из трех частей. Да, только я видел, я видишь, почему-то две. Не подскажешь, почему? Вася, заявление анкета, условия комплексного банковского обслуживания и тарифный план. А, да, точно. Словия комплексного банковского обслуживания различны в открытом доступе на сайте банков.рум. По разделу о банке документов ознакомьтесь с тарифным планом и вы можете в рейтном подъеме. Отлично. На сайте банка или в мобильном приложении. А сам договор-то где можно почитать? Договор состоит из трех частей. Ну, договор-то где написано сверху? Кредитный договор, номер такой-то. Где можно это почитать, этот неуловимый документ? Не подскажешь? Ну, я вам точно уже ответила на данный вопрос. Тарифы и прочие заявления анкеты – это не договор. Это лишь заявление анкеты и тарифы. А где сам договор? Это одна составляющая вашего договора. Которого нет. Ага. Подписав заявление анкеты, вы дали согласие на формирующие с тарифным планом. Ага. 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 Мы с вами не закончили... Ну, я с тобой закончил, я на работе просто у меня не совсем удобно. Говорящий ловался... Кому он крайне важный? У меняしたie важное и не займет много времени. Готов сейчас продолжить с эти договорения? Да нет конечно, зачем, да мне не интересно больше. Давай действие банка направленного ввозатпосрочной задолженности будет продолжено. Уже сегодня начинает искать сумму 1200 рублей и так далее, и так далее. Когда можно вам перезвонить? З Timothy. день добрый а будь и добрыми пригласить телефону чего не понял понять и ну вы видите разговаривать это же не так сложно правда же давайте зовите и скажите что от его денег звонят алик алексеевик шерст ойфу как что-то идет сама я буду золу не потолу и кем вы будете это у вас что-то с голоса выполнять и так вот и понять и и она сама это вон для нас таки вот давайте будете вообще по такой фигне я будете обалдеть ну а кому сейчас легко кому сейчас легко давайте бегите и мы вчера праздновали 105-летие кровавого в воскресенье в россии так что она спит не сразу пройдет грустно человека вы будете вразить нет нет зачем нет взрослых людей полнословавшие дети но прямо вид на воду можете передать сказать что я звоню но не знаю сколько платят смотря то это она он заплатит что поделаешь а вы а вы у вас привычка до всегда с незнакомых людей деньги праздник ну конечно же только вы работали и между нас от передать что-то я вот тысячу рублей говорю и идите и работайте передадите нет юношу ну тысячу рублей от вашего передам конечно крашу гальчика секретарь секретарь я чуть позже перезвоню чтобы она мне отлетел григорий викторович здравствуйте слушаю вас робокредит мфк займера отдел изыскания кочеров антон юрьевич наши разговоры записываются допустили 39 дней просроченной задолженности сумма на сегодня 17 тысяч 313 рублей 33 копейки да вы что как же вы допустите вы допустили вы допустили как намеренно решать данный вопрос я не знаю у меня нет никаких вопросов я поэтому не намерен его решить отказывать от оплаты правильно понимаю вас не знаю как вы понимаете это к вашему психиатру вопрос хорошо очень креативно адрес проживания назовите ваших то еще чего тебе назвать размер трусов могу назвать 43 сначала адрес проживания адрес проживания я мобильным телефоном не называю откажется отвечать на вопрос правильно понимаю вас ну мандат на поведение допроса когда присунишь трубочку тогда и поговорим или с 8 очень замечательно очень остроумно хорошо сергей викторович в таком случае в ближайшее время ожидаете прослуживание вашей задолженности приятие судебных пристав по адресу регистрации свой креатив будете проявлять я в этом не уверен сергей викторович будете стоять и смотреть как ваше имущество буду стоять и смотреть и плакать требования компания в добровольном порядке компании до 20 часов по московскому времени сергей викторович требования компании понятно вам я не видел требования компании как пришлете почитаю вы его слышали сергей виктор а ну вам только что денежка с ручку вылезли устно посмотрите пожалуйста на пол пола гарнитуру шибал повторюсь еще раз очень островно сергей викторович либо ожидаем оплату а по требованию либо вы ждать и негативный просто не молчите максим александрович максим александрович перед вами слушал но правильно но правильно данная запись разговора этого мккс бабкина елизавета александровна по вопросу вашей просроченной задолженности на сайте тренмонин 10 дней просрочки у вас на сегодня по плате 8400 почему все время на фото ленгалера потому что не захотел а вы что какие-то еще причины могут быть что я глухим два раза беднее не служу говорю я не знаю слышите меня или нет от к вашему толеренгологу повторяйте ты нахуй не пойдешь может пойдешь повторять тебе еще 31 декабря оплата почему не поступил потому что мне не было настроение платить новый год был я к новому году готовил добровольном порядке оплата будет мне конечно зачем я же уже сегодня отвечал уже посылал нахуй твою коллегу это не интересно можете не переживать максимум я не переживаю вообще я совершенно спокоен как мамонт доходит так вот и я тоже а вы переживаете вообще не переживаю меня вообще нахуй вы не утрали закону полукратное ограничение оно прекрасно плюс сумма основного долга то есть до 15000 вам будут начаться проценты замечательные я очень рад приниматься решение либо в суд обращаться в отношении вас либо уступать право требования в коллекторское вы у меня разрешение спрашиваете хорошо я вам разрешаю в общем порядке в соответствии со статьей 4 федерального закона 230 по всем пунктам по адресу регистрации проживаете московская 43 квартира 45 это вопрос или утверждение это вопрос просуваю конечно приезжайте дверь на нас пашку ну замечательно то есть побеседовать и возможно лично с нашими все очень нетерпением за возьмите двоих пожалуйста мне снег надо откидать у подъезда я не прошу максим александрович ты там нет а там и не истерит а мне стекли то что он защемил аккуратнее пожалуйста максим александрич место работы меняли спрашивать нет конечно подъезжайте на место работы там у офиса тоже снег надо почистить а зачем мы на место работы поедем ну как зачем снег почистить нам адрес регистрации будет вполне достаточно а ну отлично хотя бы там снег полетит требования кредитора сегодня погасить в полном объеме требования кредитора можно засунуть все то самое место которое ты стулом прищемила я спрашиваю оплата поступит максим александрич ты точно два раза уже защемила стулом не истерит давай видимо не слышите ну хотя бы не слышите ну хотя бы не слышите ну хотя бы не слышу вас что вы хотите нет не уточнил неизвестного мобильному номер не знаю мне звонит не известная девушка требует мою дату рождения мои персональные данные. Мне 152-й федеральный закон запрещает это делать. Какой закон еще раз? 150-й федеральный закон о сохранении персональных данных. Да, от рождения это не персональные данные. Это персональные данные, поскольку она написана в паспорте. Я ее вижу, понимаете? Вижу. Ты перед хрустальным шаром сидишь? Вижу. Вижу. А ты пришли? Мы сразу перешли, надо еще до твоего зачатия. Вы уверены? Уверен. Вас так воспитали? Меня так воспитала твоя мама, да. У нее рот был занят, поэтому она не смогла меня хорошо воспитать. Что у вас со ртом там было? Не знаю, что у меня со ртом там было. Ты еще и глуховатый, у тебя посторонние предметы в ушах, да? Абсолютно нет, вы просто более внятно нужно говорить и не перебивайте меня со мной. Да я бы с радостью перебил от всех, но, к сожалению, ты далеко от меня находишься в своем Саратове. Или где ты там сидишь. В Казани. Значит, в срочном порядке набирайте смелости, перезванивайте. Я так дорожу от страха просто от твоего голоса. До доброго до свидания. Колени трясутся просто. Ну, соберите силами. Зачем? Нахер ты мне усралась, тебе перезванивай. У вас же колени трясутся, выжалите. Ой, ладно, усралась ты мне еще, я буду тебе перезванивать. Нахер пошла, и кому ты в Казани своей нужна, Али Пердыевна? Все сказали? Все сказал. Все, спасибо, доброе. Все, пошла, нахуй отсюда. Или колен тоже мешает на смопе? Колени трясутся, да, не могу, я ты первая к ножу трубку положишь, у меня обычно все убегают в ужасе от меня. Да, как-то мы уверены. А то. Знаете, раз на кнопочку нажать не можешь? Нет, не могу, конечно, зачем? Я так понимаю, вы как и большинство. Я от страха у меня колени трясутся, да-да-да, что прям, не могу нажать на каждый клуб. Руки трясутся от страха. Специалисту, специалисту, обратите. Сейчас сразу отбуду от страха от твоего голоса. У тебя все? Субтитры сделал DimaTorzok